Всем привет, друзья! Ну что, мы продолжаем отдыхать, гулять сумасшедшей с семьей. Это супер-видеосъемка, супер-операторов, супер-монтажом, поэтому приготовьтесь наслаждаться. Наконец-то все супер-профессионально. Краны, свет, все как вам нравится. И, конечно же, самая лучшая в мире я. Дети, давайте идти вместе, не теряйтесь, пожалуйста. Значит, поскольку у нас все, как вы видите, удобства все созданы для того, чтобы снимать классные видео, я сегодня хочу поделиться с вами очень интересной темой, которая называется «Где брать идеи для бизнеса?». Но, впрочем, если вы читали название, то я думаю, что вы догадались. Не думайте, что это сейчас будет что-то супер-банальное, потому что я вообще банальщиной не очень страдаю. И я хочу рассказать вам сегодня об очень классной, на самом деле, истории и теме, потому что, действительно, когда мы начинаем заниматься развитием собственного бизнеса, то есть это не для тех, кто вообще у кого нет идей, вот когда мы начинаем развивать свой бизнес, нам все время необходимы какие-то темы для его развития. Мы все время думаем, что нам еще продать, как нам еще сделать, какой сделать маркетинг. И, как правило, наши фантазии хватает ровным счетом на то, чтобы посмотреть, что делают наши конкуренты. Это, в принципе, первые шаги, с которыми мы обращаемся. Когда я начала заниматься цветами и ничего о них не знала, я, естественно, начала смотреть, какую бумагу используют там те или иные компании, какие коробочки, что они делают. Несмотря на свое видение, мне все равно нужно было понимать, что делают они. И, конечно же, в какой-то момент начинается то, что ты говоришь, «О, мне нужны такие бумажки, мне нужны такие коробки, где их найти?» И ты превращаешься в какую-то копию. Дальше начинается еще интереснее, потому что нужен какой-то маркетинг, нужны какие-то действия определенные. И, конечно, у нас нет денег на компании, на идеи, мы начинаем что-то тырить у наших конкурентов. И получается все не очень хорошо, давай будем ходить куда-нибудь, а то так скучно. И получается такая история не очень прикольная, потому что мы попросту кого-то повторяем. И тут возникает самая главная мысль, ну а где же брать эти идеи? Откуда приходят классные, офигенные решения? И почему кто-то первый их делает? То есть где они их берут? У них открываются какие-то порталы или что? Я хочу рассказать вам изначально свою первую историю, которая связана с тем, когда я зашла на свадебный рынок. Это был конец 2008 года. И я на тот момент была такой девушкой, которая вообще не любила смотреть по сторонам, в принципе, устала, не нравилась. И я была ленива, ладно, давайте откровенно. Я была и осталась ленива, это и есть секрет. И мне было лень смотреть по сторонам. Я изучила только несколько конкурентов, в котором я попала как невеста. Мне ничего не понравилось. И я начала развиваться. Я зашла на свадебный рынок и почитала, что все сайты, которые я читаю, там написано «мы», «команда», «профессионалов», бла-бла-бла. Мне очень не нравилось слово «мы». Я подумала, ну слушайте, «мы» – это как бы я пиарю их, а я же свои деньги плачу. Значит, я должна кого пиарить? Себя. Безусловно, это мнение и вот эта позиция, эта модель, она была откуда-то взята. Вопрос откуда? Она была взята из шоу-бизнеса, потому что я много лет провела в группе, в шоу-бизнесе, и я понятия не имела, как работают другие бизнесы, но я отлично понимала, как работает шоу-бизнес. Где ты звезда, где ты придумываешь информационные поводы для того, чтобы о тебе говорили. Где ты говоришь о том, что тебе нужно, и всегда отвечаешь на вопросы, на те, которые ты хочешь ответить, а совершенно не на те, которые тебе задают. Где обложка журнала – это норма, это привлекает внимание. Где борды – это хорошо. То есть я это знала, и я притащила это в свадебный бизнес, потому что просто ничего другого я притаскивать не могла. И вот, когда я это сделала… О, какой красивый барчик. Нам непременно надо сюда зайти. Когда я это сделала, я вдруг осознала, что это прикольно работает. Все стали смотреть и говорить, она какая-то ненормальная, эта Оля. Она такие вещи делает, откуда она это придумывает? Но я-то придумывала это не откуда-то, я просто другого ничего не знала. И естественно, что я это… Дети… Дети потерялись, извините. Вот, и естественно, что я это внедряла в свой бизнес. Дальше я заметила следующий момент, что любое развитие, которое я внедряла в свой бизнес, например, когда я начала обучать. Я… Никто не обучал в свадебном бизнесе, но я увидела в какой-то момент, по каким схемам это делают другие. Я подумала, а почему бы мне эти схемы не применить к нам, к себе? Потому что они же там работают. И вот это и стало моим главным моментом озарения. Потому что вдруг я осознала, что все люди, которые делают бизнес, они смотрят на конкурентов, и они копируют друг друга, и они конкурируют друг с другом. А я попросту начала обращать свое внимание на то, как делают другие компании, другие люди, и думать о том, как бы запускать это в свой мозг, пропускать это через тебя. И человек все-таки думающий, и вы думающий. И когда мы какую-то классную идею, которую видим, не просто переносим куда-то, а мы ее как бы в голову к себе берем, она вот так через нас проходит, и, знаете, выходит такая наша собственная котлетка, знаете, как у каждой хозяюшки. Та немножечко потерчила, посолила, а та карри добавила, а та еще какую-то фигню. И в результате все делают по одному рецепту, но у всех разные котлетки. Вот точно так же и мы можем брать идеи из разных абсолютных сфер, обращать внимание и жить с этим. Либо в неосознанном состоянии, когда мы живем, и вдруг к нам приходит какой-то инсайд, и мы не понимаем, откуда эта идея пришла, на самом-то деле мы ее подсмотрели, или достаточно осознанно задавать себе вопрос, вау, это классная идея, как я могу ее к себе применить, да, как я могу сделать так, чтобы она сработала у меня конкретно в моей нише. И когда вы начинаете работать таким образом, когда вы начинаете думать таким образом, у вас начинают приходить совершенно другие мысли. А теперь внимание, даю вам очень крутую подсказку, где черпать идеи, где их брать. Многие люди, которые смотрят бизнес-шоу, в частности, наши с Сергеем знакомые, у которых есть успешные бизнесы, они говорят, ребята, обожаем вас еще со свадеб. Я говорю, слушай, ну ты же к свадьбам не имеешь никакого отношения. И человек говорит, ну я что, дурак? Конечно, я не имею к свадьбам никакого отношения, но я благодаря тебе открыл свой магазин, потому что я внимательно слушал, что ты рассказывал, и просто делал это в своем бизнесе, подавая это несколько по-другому. К бизнес-шоу вообще прикольно, потому что к нам приходят люди из разных ниш, то есть есть кто-то, связанный больше с инфобизнесом, есть кто-то, связанный больше с какой-то историей на тему того, что это там ритейловские, еще какие-то вещи. То есть все равно оно все как-то связано. И вот когда вы берете и включаете наше бизнес-шоу и видите, что там, например, о строителе, о строителе Ярославии, вы думаете, ну блин, ну при чем тут я, при чем тут этот строитель, при чем тут, ну... Но нет, когда вы смотрите внимательно и видите какие-то классные месседжи, какие-то интересные идеи, которые даются, какие-то решения, записывайте их. И в каждом выпуске, я вообще голову вам на отсечение могу дать, вы можете находить одну ключевую фишку, которую, внедряя в свой бизнес, вы будете сильно отличаться от всех остальных. Потому что главное в бизнесе это найти какую-то особенность, выделиться среди других, конкурировать в цене, конкурировать у нас больше, лучше, выше. Вот у него такой букет, у меня такой букет. Это бесполезная совершенно история. А вот когда вы умеете выдавать какое-то совершенно нестандартное решение, неожиданное, когда ваш мозг постоянно прокачивается, а мозг это, простите уж, орган, нужно качать часть тела, не знаю, как это, орган. Мозг это орган, ну давайте так, не зря же говорят, что у мужчины есть главный орган, конечно же, это мозг. Так вот, это нужно все время прокачивать. Делайте для себя эти упражнения. Например, во влоге, который вы увидите вот с Бали, где мы сейчас находимся, мы будем очень много внимания обращать как раз на те фишечки и детали, которые отель для себя добавил, и не просто так. Я прям буду вам их расковыривать и рассказывать, почему здесь это так, а почему здесь это так. И вы для себя точно так же думаете, а как я могу эту фишку для себя применить? Не будьте буквальным, не думайте, ну у меня же не отель, поэтому я не могу этого сделать. Нифига. Идеи, они повсюду. Главное, черпайте их вот везде, где они лежат. Везде можно увидеть какую-то классную фишку, которая может сработать конкретно у вас, в вашем случае, и принести вам денежек. Вот, собственно, та главная мысль, которая у меня есть. Поэтому сейчас, когда возможны каникулы, вы не знаете, чем заняться, вы все едите, едите там, смотрите сериальчик, и поймите, что сериальчик это крайне приятно, но вряд ли он натолкнет вас на хорошую мысль. А вот пересмотреть мое бизнес-шоу, вот уж точно, что натолкнет вас на умные мысли, тем более, что готова поспорить, есть и выпуски, которые вы посчитали для себя неважными, которые были для вас не очень интересными, которые вы смотрели на перемотки, или не смотрели вообще. Самая большая ошибка, когда мы считаем, что это все я знаю, это все неважно и неинтересно. Попробуйте пойти от обратного и взять то, что для вас было неважно и интересно, и достать оттуда, и сделать вкусную котлетку, которая уже спустя пару недель принесет вам деньги, а может быть и раньше. Потому что сейчас, когда люди отхрюкаются, отъедятся, они все-таки вспомнят о том, что 2019 год уже наступил, свиньи выходят на охоту. И главная свинья этого года, Оль Ермилова, это же мой год, кто не помнит. Поэтому готовимся рвать, метать и свой пятачок постоянно везде засовывать, чтобы находить во всем полезное, классное и денежное. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал, если вы этого не сделали. Смотрите все мои выпуски, потому что здесь очень много полезного. Ну, а я, собственно, пойду дальше продолжать, как я там говорю, не работать, это слово все время забываю. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Что-то а-а-а-а. Девочки, как называется то, что мы делаем? Мы сейчас где? На Бали! Я пойду, наверное, сейчас на Бали. Все, пока, ребята, у нас много важных дел.